Здравствуйте! Как всегда в этот час с вами программа Компания. В этот раз не в привычной заводской студии, а в городе Сочи, где проходит третья корпоративная спартакеада ТНК-БП. Сборная Лисичанского НПЗ второй раз принимает участие в главном спортивном празднике Компании. Пожелаем ей удачи! Ну а все подробности узнаем у Валентины Минаевой. 29 сентября сборная Линника отправилась на корпоративную спартакеаду предприятий ТНК-БП. В этом году количество участников поездки утроилось. На сей раз команду Украины представляли не только спортсмены, но и группа поддержки, болельщики и артисты. На прошлогодних состязаниях лисичанские нефтепереработчики были темной лошадкой. Но это не помешало спортсменам под желто-голубым флагом показать, на что они способны. Наши добыли тогда золото в шахматах и бронзу в мини-футболе. Поэтому и на третью сочинскую спартакеаду спортсмены лисичанского НПЗ ехали в приподнятом настроении и боевом расположении духа. «Хотелось бы, чтобы мы заняли призовое место. Я не говорю, что первое, но призовые места мы стараемся. В этом году мы первый раз поехали, мы не знали уровень какой, мы заняли пятое место. В этом году постараемся, я не знаю, как получится». «Хочется опять приехать и порадовать всех своей игрой. В прошлом году я считаю, что мы очень хорошо выступили, прыгнули выше головы, никто нас не ожидал». Померяться силой и окунуться в атмосферу спортивного праздника 30 сентября съехались почти тысячи человек из шести регионов России и Украины. На этот раз в программе корпоративных соревнований были заявлены восемь видов спорта. Заводчане мерялись силой в семи. Сборную Украины представляли победители общезаводских состязаний, лидеры по мини-футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису, шахматах и боулингу. Украинцы приехали на Спартакеаду настроенными решительно, но за последний год профессионализм соперников значительно вырос. Как оказалось, команды из Сибири, Поволжья, Западной Сибири, Центрального региона и Оренбурга приготовили нашим немало сюрпризов. У каждого конкурента были свои сильные стороны, которые оспаривать было довольно-таки непросто. Лисичанские баскетболисты на Спартакеаде в Сочи играли первый раз. Команда по баскетболу молодая, как говорится, еще не обкатанная. Ее собрали впервые за последние 15 лет. Дебютное выступление наших игроков завершилось абсолютным поражением. В течение шести дней спортивных баталий им так ни разу и не удалось взять инициативу в свои руки. Команда баскетбола у нас очень сырая. У нас его нет ни в городе, ни практически в области нет нормального баскетбола. А здесь приехали команды, которые имеют каждое в своем составе 2-3 человека, играющих на профессиональном уровне. Но не все разделяют такую точку зрения. Представители других сборных напрочь отрицают наличие в своих командах спортсменов со специальной спортивной подготовкой. Говорят, что все игроки – представители рабочего класса. Страсти накалялись на волейбольной площадке и на футбольном поле стадиона сочинского оздоровительного комплекса «Спутник». Нашим ребятам так и не суждено было обойти серьезных соперников. Волейболисты сыграли практически все партии со счетом не в свою пользу. А прошлогодние бронзовые призеры по мини-футболу уступили свое место саратовчанам. У футболисты обязаны были выступить лучше, но все же у нас самая возрастная команда оказалась. Дело в том, что по сравнению с прошлым спортсменом намного вырос уровень подготовки наших соперников. У сочинского судьи первой категории по футболу Юрия Лавренюка на причину неудачной игры лисичанских футболистов свой взгляд. По сравнению с прошлым годом, конечно, Украина, когда заняла третье место, мы все прекрасно помним. Ну, вроде бы участники не изменились, все те же, но вот по сегодняшнему дню, так сказать, что вроде бы шансы высоко оценить тоже нельзя. Чувствуется целеустремленность команды, азарт присутствует, но вот с реализацией момента у команды немножко не хватает мастерства. Побольше бить поворотом ударов должно быть, чтобы гол был, то есть нужно пробивать почаще поворотом. Глядишь, из десяти до один залетит. Горечь разочарования от провального выступления футболистов смогли скрасить легкоатлеты. Они показали достойные результаты, завоевав медали разного достоинства. Дебютное серебро команде «Линника» принес тренер-инструктор заводского спорткомплекса Андрей Бондаренко. Преодолев дистанцию в 800 метров, за 2,02 минуты он в личном зачете занял второе место. Как легкоатлет Андрей Бондаренко заявил о себе три года назад, еще в студенчестве. Он не раз побеждал на горецких соревнованиях, входил в пятерку лучших бегунов области. Хорошая физическая подготовка – это лишь половина спортивного успеха, считает Бондаренко. Большую роль играют здесь на полистость и настрой. От настроя очень многое зависит. Обычно я сорой с риса. На себя, на соперников, на всех окружающих. То есть перезабил, у меня лучше не будет. В забеге на 400 метров среди женщин третий пересекла финишную прямую представительница Лисичанского НПЗ, экономист завода управления Виктория Лукина. Золото и серебро она уступила соперницам из Поволжья и Оренбурга, отстав от них всего на несколько долей секунды. По словам Геннадия Ницвета, результат лисичанских бегунов превзошел ожидания. За последние 15 лет на заводе мы собрали команду по легкой атлетике. Я вам скажу, я работаю 11 лет. Я почему-то считал, что у нас вообще нет легкой атлеты. Оказалось, у всех прекрасные легкоатлеты. Команда молодая, очень дружная. Они выступили в полную силу, даже немножко лучше, чем они могут. А вот шахматисты, по оценке руководителя заводского спорткомплекса, выступили ниже своих возможностей. Признанные золотые мастера интеллектуальных состязаний в этот раз не смогли обыграть конкурентов из Оренбурга и Западной Сибири. Тем самым наши обеспечили себе в шахматном первенстве всего лишь бронзу. Возможно, если бы в последний момент не отказался ехать на Спартакеаду многократный победитель городских и межрегиональных турниров Александр Левченко, картина игры смотрелась бы по-другому. Мы с самого начала приезда чувствовали, мы были чемпионами, поэтому первый натиск, который на нас, как бы первая игра была у нас 2-2, я думаю, команда это поняла. Я их предупредил, что у нас будет, первая игра будет самая трудная. В этом году у нас в этом состав, состав сахматистов, все российские команды, они прошли турниры российские в центральных регионах. И все команды изменились где-то на 75%. И золотая медаль женщины, Газизова, играет дублером. Вы представляете, то есть команды усилили для того, чтобы, как бы сказать, Украина, естественно, с первой позиции. В Сочи наш завод представляли и призеры заводского чемпионата по настольному теннису. Это Виктор Сосна, Василий Пудов, Константин Амельчук и Ирина Чейных. Уже второй год подряд им не удается подняться на корпоративных состязаниях выше четвертого места. Здесь наши теннисисты прекрасно играющие для завода, для города Литичанского. Здесь они ничего не могли сделать. Это наш, это рабочий слой. Выступили они прекрасно, я считаю. Прекрасно. Они показали то, что не могли, даже немножко лучше. Это четвертое место, это законное место. Не менее зрелищная оказалась дебютная игра нашей команды в боулинг. Обычно при упоминании слова боулинг многие считают, что речь идет о каком-то новом виде развлечения, которое пришло в нашу жизнь из запада. Но как бы там ни было, боулинг является разновидностью как раз того самого хорошо забытого нами Кегельбана. Правила здесь просты. Суть игры в боулинг состоит в том, чтобы с помощью шара сбить как можно больше Кегель за один бросок, набирая тем самым очки. Виталий Деменковец, Александр Полежаев, Сергей Мукамел и Владимир Голубев не взяли верх над опытными оппонентами из российских регионов. Но зато уверенно сделали серьезную заявку на победу в будущей Спартакеаде 2009. Кстати, по заработанным очкам они побили рекорд прошлогодних победителей. Я скажу, вот нас поразил боулинг. Да, они заняли шестое место. Но результаты показали не очень отстающие от первых мест. Еще бы немного потренироваться. На Спартакеаде в Сочи лисичанские нефтепереработчики отнюдь не выглядели статистами. В общекомандном зачете отечественная дружина не дотянула до тройки лучших. Однако по отдельным видам спорта в копилку сборной Алиника капнули три медали. Пусть не самые высшие пробы, но это тоже успех. По приезду домой на следующий день мы начинаем подготовку к следующей Спартакеаде. У нас очень много работы в этом плане. Тот уровень, который здесь показывали, для нас пока еще не достижен. У нас год перед ним вперед работают три с плюсом. Три за то, что мы все-таки приехали сюда. Ну и маленький плюс за те выступления хорошие, которые были у нас. В этом у нас есть причем работать. Двойку я никогда не поставлю, потому что все-таки ребята готовились. Как бы там ни было, хорошо, плохо, но не готовились. Они отрывали время от семьи, отрывали, использовали свое свободное время. У нас не было ни освобожденных спортсменов, ни каких-то специальных для них условий. Все это в рабочем режиме. Только желание спортсмена являлось основным предметом. В целом проведение Спартакеады было на очень высоком уровне. Я думаю, что сейчас стоит поблагодарить Тюменскую нефтяную компанию за то, что она вкладывает огромные средства в развитие спорта. Именно вот такой вид общения людей, как Спартакеада. И мы включились как профсоюзная организация «Зао Линник» по готовку Спартакеады еще за долгода Спартакеада. Это практически год назад. Мы вложили средства в атрибутику, ну и ряд других мероприятий. Спартакеады – это когда и люди побеждают, и есть побежденные. Ну, это такой закон Спартакеад. Ну, мы сейчас оказались как бы немножко побежденными, но у нас есть свои герои. Это очень приятно. Это и по шахматам, и по легкой атлетике, и по теннису. Поэтому все у нас впереди. Сочинская Спартакеада раскрыла не только спортивный потенциал участников, но и их творческие таланты. Каждый день на стадионе бушевали спортивные страсти, а вечером на пляже сочинского здравительного комплекса «Спутник» разворачивалась концертная программа под названием «Вечер регионов». Встречаясь на поле, спортсмены лишь скромно обменивались рукопожатием со своими соперниками, а выступая на сцене, они не делились на конкурентов. Здесь торжествовала настоящая дружба. Артистов из Украины и Центрального региона, которые представляли Рязань, Москва, Калуга, Тула, на праздничном вечере не разделяли ни границы, ни расстояния. В совместном проекте, в котором сплелись украинские и есенинские напевы, кадриль и гопак, они выступали как одна дружная семья. И украинское сало ели вместе. Впрочем, отечественный талисман пришелся по вкусу не только артистам, но и зрителям. Файни украинки почивали вкусной закуской всех собравшихся на пляже, а чтобы не завязывался жирок, предлагали сплясать. То, что в дружбе нет соперников, доказал и капустник, который развернулся на побережье Черного моря вечером 4 октября. Сильные духом и телом воплощали в жизнь заявленную тему. Нефть в стране, здоровье людям, корпоративный дух добудем, Олимпийским резервом станем, в нашей работе рекорды поставим. Своим мастерством представители шести различных регионов доказали, что смех очень помогает нам в жизни, а зрители, благодаря своим бурным эмоциям, сделали вечер незабываемым. Спартакеад-2008 запомнилась потрясающей дружбой коллективов всех регионов, потому что было взаимопонимание, было ощущение единой команды. Мы проводим уже третью Спартакеаду. Собственно, к Спартакеаде мы растем вместе со Спартакеадой. Эта первая, что принимает количество участников, значительно увеличилась. Если у первой Спартакеады у нас было только три команды из регионов, то сегодня у нас уже шесть команд. То, что ребята достойно выступают, это однозначно. Действительно, команда приехала, в прошлом году принимала участие. Команда приехала подготовленная, приятно видеть. Рост имеется в виду спортивный. Но у нас задача, так сказать, не достижения олимпийских результатов, у нас задача несколько иная. В рамках программы оздоровления мы хотим, чтобы наши сотрудники, сотрудники нашей компании были только здоровыми и работали на своих рабочих местах в свое удовольствие. Украина вчера, так сказать, это доказала при проведении концерта, когда представляли регион. До сих пор очень много впечатлений от вчерашнего концерта команды Украины. Ну что ж, победа – это, конечно, хорошо. Но гораздо важнее корпоративное единство, общение и развитие спорта на всех предприятиях компании ТНК-БП. Любим спорт и болеем за линик. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова